Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию выпусков, посвященных поддельным золотым монетам Российской империи. Тема эта, конечно, очень важна. К сожалению, многие коллекционеры, нумизматы, инвесторы приобретают поддельные монеты по разным причинам. Способов обмана существует масса. Монеты продают кладоискатели, якобы кладоискатели, копатели, владельцы разных бабушкиных заначек. Кто угодно, кто может представить красивую легенду происхождения монет. Ну и подделки, конечно, бывают разного уровня. В других передачах мы уже рассказывали о так называемых челябинских высококачественных подделках 10-рублевых монет 1901, 1902 и 1903 года знаком А.Р. Рассказывали о киевских подделках, в первую очередь 7,5 рублей, которые зачастую отличаются от подлинных тем, что, как некоторые говорят, красивее оригиналов. Поэтому такие предметы, даже будучи уже опознанными, задерживаются в коллекциях. Именно по той причине, что оригинальные 7,5 рублей в таком же красивом виде не так просто даже и приобрести, если вообще возможно. Но есть и более простые подделки. Тем не менее, они массово появляются на рынке. И в связи с тем, что их отличить, конечно же, несколько проще, сбытчики всяко их гримируют. Например, знаменитые так называемые армянские. Ну, армянские называют по двум причинам. Вполне возможно, что эти факты связаны между собой, а может быть, существовали отдельно или со временем селились в одно целое. Во-первых, потому что на гурте стоит именно обозначение А.Р. Похоже на начальные буквы названия Армения. Хотя, как я сказал, и на челябинских высококачественных подделках также на гурте устанавливался именно знак А.Р. Чем их можно было отличить? Или, по крайней мере, задуматься, если вам попадается такая монета, и присмотреться к ней повнимательнее. Вторая причина, как по существующей легенде, именно на территории бывшей Армянской Советской Социалистической Республики работали целые лаборатории, которые добывали золото, содержащее в отдельных деталях или контактных элементах советских радиоприборов. В дальнейшем для легализации этого золота фактически единственным более-менее законным способом было перевозка и хранение, ну и последующая реализация такого добытого золота в форме монет. Но, кстати говоря, монеты эти изготовлены на неплохом технологическом уровне, иногда их даже сложновато отличить от подлинных, к тому же они хорошо закримерованы под изделия сильно ходившие, имеющие многочисленные следы обращения, но выявляются и чаще всего по совершенно непродоподобному, довольно криво изготовленному гурту, или точнее говоря, гуртовой надписи на них, довольно однотипной на разных типах монет и даже изготовленных, вероятно, в разное время. Вот гурты нескольких таких условно-армянских золотых 10-рублевых монет мы вам сегодня в увеличенном виде и покажем. Будьте всегда внимательны, хорошо исследуйте и поле, и гурт, пробитаемых вами золотых монет, либо одно, либо другое обязательно выдаст себя на подделке при внимательном изучении. Остерегайтесь мошенников, старайтесь приобретать монеты в правильных местах у хорошо зарекомендовавшихся на продавцов. В крайнем случае, да даже и не в крайнем, а просто обращайтесь за консультациями к специалистам, сотрудничающим с каналом заметки нумизмата. Удачи вам, до следующих встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова